Что надо уметь? Надо уметь читать. Кажется, что нужно уметь рисовать, но нет, мне кажется, даже важнее уметь читать. И выделять главное. Нужно уметь добавлять свое содержание. Нужно уметь рассказывать. В журнале очень важно, чтобы ваша картинка не просто фиксировала то, что рассказано текстом, но и добавляла что-то свое. Поэтому важно, чтобы вам тоже было что рассказать. Поэтому если достается статья, о которой сказать нечего, то это не всегда говорит о том, что вы плохой иллюстратор. Это просто говорит о ситуации, что, ну да, возможно, по этой теме вам сказать нечего. Но такое бывает. Может быть, это не лучшая статья для того, чтобы за нее взяться. Поэтому хорошо браться за те статьи, которые цепляют. Это может звучать банально, но часто бывает так, что иллюстратор просто очень хочет нарисовать картинку в какой-нибудь журнал и хватается за все подряд. А потом оказывается, что нарисовать нечего. Иллюстратор переживает, что, ой, наверное, я не очень хороший специалист. И картинку потом нельзя положить в портфолио, потому что она получается дурацкая. Она получается ни о чем. Поэтому уделяйте внимание тому, с каким материалом вы работаете. Именно поэтому важно писать, если вы пишете сами в издании, писать тем изданиям, которые вам интересны, которые как-то у вас отзываются. Ну, мои иллюстрации, в том числе, например, для того же самого GQ, наверное, разделяются на два типа. Это иллюстрации, которые построены от атмосферы, и иллюстрации, которые построены от метафоры, ну, или какого-то, скажем так, литературного приема, не обязательно от метафоры. Они разные по настроению. И работа для GQ для меня стала хорошим доказательством того, что журнальная иллюстрация — это не всегда про литературные приемы, не всегда про метафору. Например, мне очень нравится иллюстрировать статьи Льва Рубинштейна. Он пишет всегда очень атмосферные тексты, очень ностальгические, полные воспоминаний и каких-то деталей быта. Когда я их читаю, то возникает всегда ощущение, что сидишь на кухне с очень хорошим человеком, и он тебе рассказывает о жизни. И когда я читала такие тексты, я понимала, что изобретение какой-то метафоры здесь будет просто не пришить как были хвосты, это будет лишним абсолютно. И что, по сути дела, надо заниматься тем же самым. То есть если со мной человек говорит на кухне, то мне не нужно из этого выстраивать какие-то концептуальные кульбиты, мне просто нужно поговорить с ним. Я просто нахожусь на этой же кухне и просто точно так же разговариваю. Просто делаю это с помощью картинок, а он с помощью текстов. Поэтому картинки получаются про атмосферу. А второй тип – это про… Да, мне кажется, там используется больше метафора, потому что они в существенно большей степени суммируют смысл статьи и как-то его немножечко раскрывают с другой стороны. Например, была картинка про политику. Это была первая моя работа для GQ карандашная. Статья называлась «В постели с врагом». Она была про пары, в которых у партнёров противоположные политические взгляды. Для меня наибольшим испытанием было придумать способ показать эту тему так, чтобы не занимать ничью сторону. Поэтому в итоге решение у меня получилось такое вот с кроватью в виде красной площади, на которой две части кровати поделены, как это называется-то, забором, заграждением. На одной стороне полиция, на другой – оппозиция. Да, и, конечно, было забавно ещё, что, когда мне клиент писал, мне сказали, что постарайтесь, пожалуйста, избежать, нам важно избежать банальных примеров, банальных ассоциаций, вроде там портретов над кроватью. И я думала, как это вообще можно подать? И получилась подача, я до последнего сомневалась. Может быть, это слишком в лоб, но вроде бы нет. Ну, я хотела сказать, что это очень странное место, да, вот, постель, чтобы в неё поместить политический распори. И кажется, что в такой теме, если нужно что-то сказать, то нужно непременно занять чью-то позицию, и в этом была опасность. Но всегда есть другой вариант. Можно говорить о ситуации в целом. И мне, когда я перечитывала эту статью ещё раз и ещё раз, для меня было важнее именно передать вот это чувство неуместности и странности сочетания. Поэтому слить в одном предмете красную площадь и кровать мне показалось удачным решением. Спасибо. 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 Спасибо.